МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполняя музыку этого произведения, я испытываю сложные чувства. Чувствую эмоции живших тогда, хотя меня еще не было на свете. Меня пронзает ноты грусти, той паники, тех горьких страданий. Автор либретто оперы Нурлана Гаджева и композитор Назим Гулиев рассказали о сюжетной линии произведения. Было подчеркнуто, что в опере, начавшейся с символического отображения азербайджанских традиций, события развиваются вокруг главного героя, одновременно олицетворяющего образ Ходжалы. Я исполняю роль Ходжалы и должен отобразить горе Ходжалы в моей партии через призму своих переживаний. Постараемся при исполнении отобразить пережитые нашим народом бедствия, всю горечь и несчастье, выпавшие на нашу долю, выразить на длежащих словах. Кульминационным моментом в опере является сцена появления перед зрителями после гибели Ходжалы, его жены Айалы со своим братом. По сюжету, попавшая в армянский плен Айала не хочет жить без супруга и уговаривает брата лишить ее жизни. Убивший сестру брат начинает мстить, но армяне вскоре расстреливают его из автоматов. Исполняющая партию Айалы Жаля Керимова, по ее словам, использовала весь свой талант, чтобы отразить чувство женщины, погибшей во цвете лет, на заре своего семейного счастья. Нужно обращаться к этой теме, по возможности, чаще. Это пережитая нами трагедия, и мы должны нести правду о ней по всему миру. Я очень эмоционально исполнила эту роль, прочувствовала ее. И музыка композитора, и слова оперы, и сами эти события оказали на меня большое влияние. В последней сцене оперы на подмостках появляется мать, ищущая своего погибшего сына. Этот символ говорит о том, что наши соотечественники, погибшие от рук армян, по-прежнему живы, и их души стремятся в Ходжалы. В дальнейшем сценическое произведение планируется поставить в сопровождении большого оркестра. Ожидается, что опера Ходжалы также будет поставлена в оперном театре Анкары.